Доброе утро, страна! Доброе утро, зарубежье! У нас сегодня прекрасный день. И не потому, что нет дождя, а потому, что едут в Москву Алла и Маша. Ой, я так рада. Теперь девчонки будут рядом со мной. Вот я не знаю, какая-то материнская энергетика все-таки хочет быть ближе со своими детьми. Борис остался на даче, потому что у него есть еще дела. К сожалению, мы с Аллочкой уехали. И колодец там строится без нас. Но Борис будет присылать нам, может быть, коротенькие видео или коротенькие фотографии. Но фотографии он будет присылать. И мы будем выкладывать и вам показывать, как там идут дела. Уже есть несколько фотографий. У Аллочки даже есть часть видео. В каждый влог буду вставлять, и вы будете видеть, что там происходит. Вот. Ну, девчонки сейчас мои уже буквально на подъезде. Сейчас они мне отзвонятся, и я спустюсь вниз. Аллочке передам подарки, которые были в посылке Гали Кругловой. Она вам покажет, что она получила от Гали. Вы сможете посмотреть у нее на канале. Вот. Ну, а я подниму сюда груши, яблоки. И будем пробовать соковарку. Я сейчас смотрела видео про соковыжималку Салют, Рассошанка, Дачница. Скажу честно, мне понравилось. Но опять, это видео. Это видео. Это все нужно пробовать самим. Это все нужно смотреть. У мужчины получается там все быстро. За 10 минут. Он там 3 ведра обработал. Получилось больше 8 литров сока. Это все нужно пробовать самим. Я так думаю, что такую соковыжималку дачного типа я себе тоже приобрету и тоже попробую. Ну, ребят, ну мне очень интересно. Понимаете? Ну, очень интересно. Хочется, чтобы быстро, безо всяких физических затрат, и быстро все это законсервировать. Вы знаете, вот смотрю на себя и понимаю, что волосы обросли. Уже вид совсем не тот. Но стричься я не буду. Пускай они обрастают. И все-таки у меня будет та прическа, которую я любила и к которой я привыкла. Вот. Ну, а сейчас будем ждать приезда Маши и Аллы. Приехали мои девчонки, позвонили. Сейчас спускаюсь вниз. Передам им подарок. Ой, и заберу пакет с яблоками. Будем трудиться. Будем отжимать. Неу. Ах, вон они где. О, вон они мои сладенькие. Вот она. Нарисовалась, не сотрешь. Марусик, привет, родненький. Привет, мой сладкий. Привет, мышонок. До фига. Да ладно, не так уж и до фига. Наверное, пакеты 4-5. Люсь, на вот этот возьми. Ой, брось, я сама сейчас все подниму. Сейчас, сейчас, подожди. Вот эту, а тяжелую я сама. Сколько сока будет? Очень много, очень много. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, вот еще. Давай. Здесь такой маленький пакет. А вот все остальное на переднем сиденье. Батюшки, еще и на переднем сиденье. Так я же тебе говорю, тут не хукры-хукры. Оп. Самый хороший наш дворник. Добрый. Так, на переднем здесь, да? Да, клубничка твоя. Ой, да, клубника, клубника, это, ой, господи, забыла, как... Осторожно, вот этот пакет рвется во всю. Я поняла. Забыла, как зовут. Господи, вот бессовестная я, а. Мишина, Мишина, забыла. Ой, а это что, уже сок из них выделяется? Нет, нет, это клубники протекла. А, понятно. Господи, я уже думала, это уже сок из них. А мне давить не надо, да? Давить не надо, не говори. Собрал тряпкой, отжал и дело с концом. Привет, Муська. Привет, родненький. Так, вот клубничка. Посмотрим, как она сохранилась. Вот столько мешков получилось. Ой, сейчас втащу их домой. Вот этот дворник, который я вам показала. Замечательный мужчина, замечательный. Увидел, что мы надрываемся и помог. Вот, ну, я, конечно же, угостила его сумкой груш. Ну, а как же обязательно. Все, тащим домой. Вот так это теперь выглядит. Пока это выглядит вот так. Так, борьба с грушами начинается. Фух, сейчас передохну немножко и вперед. Я, конечно, ничего не хочу сказать. Но это мне напоминает сказку про золушку. Перебери 7 мешков крупы. Пересади 20 кустов роз. Хи-хи-хи-хи. Ну, держись, соковарка. Сос, помогите. Хорошо, одну сумку отдала. А то вообще ужас был бы. Борис, наверное, хочешь бы я тут косми легла на этих грушах. Не, я знаю, зачем он это сделал. Он наверняка говорит, тут мне достался колодец, а тебе груши со всего огорода. С двух дач. С двух. Ох, пипец. Ладно, приступаем. Ой. Ну что, моем, режем? Все, я прочитала. Так, что воды я налила в емкость. 80% от всего объема кастрюли. Так, теперь... Ставлю и высыпаю нарезанные яблоки. Груши, яблоки, господи. Тут яблоки и груши, все вместе. Так, насыпала. Ну, я думаю, маловато. Сейчас я еще подрежу. Пока я еще режу, поставлю-ка я ее закипать. Так, включили электричество на электрической плите. Ну и все, пусть закипает. А пока я еще порежу груши. Я в инструкции прочла, что для того, чтобы образовался сок из разных ягод и фруктов, требуется от 20 до 60 минут. Ну, вот, посмотрим. Так, я нарезала кусочки покрупнее сейчас. Все, закрываю крышкой. Будем ждать, когда закипит. В часах 15-20 вода в нижнем баке закипела. Так, что посмотрим, когда начнет идти сок. Через какое время. Посмотрим, что будет получаться. Сейчас я на всякий случай поставлю вот такую конструкцию, которую я специально подгадала. Взяла стул, обтянула его целлофаном, положила толстую досочку. И на нее сейчас поставлю две банки. Одну для смены, а вторую для того, чтобы в нее стекал сок. Ну, и мы увидим, как будет появляться сок. И как он будет течь. Сейчас я вам покажу свою конструкцию. Вот так вот я придумала. Очень удобно. Ну вот, спустя 40 минут появился сок. Вот он вот так течет. Вот по этой трубочке. Ну, интересно. Посмотрим, что у нас получится. Как мне и советовали, я открою крышку и перемешаю груши. Они уже осели. Так, знаете, прилично осели. Было много, вы видели. Вот я перемешиваю, и сразу начинает течь сок. Ну вот, перемешали. Продолжаем. Железная пимпочка, кстати, горячая. Сейчас я, знаете, что сделаю? Я наберу в чашечку, и мы с вами попробуем. Этот сок и сок, который я выжму из электрической соковыжималки. Ну, чтобы сделать пробу, насколько он отличается. Потому что многие писали, получается компот, получается компот. Вот сейчас я попробую этот сок, и который выжму из электрической соковыжималки, и посмотрим, компот это, или все-таки это сок на вкус. Вот чем сейчас уже нравится пароварка вот эта, паровая соковыжималка? Тем, что не надо около нее стоять. Вот это вот, честно говоря, радует. Это нравится. Ну, а на вкус посмотрим, как это влияет на вкус. Опять в баночку опускаем, пусть она скинет. И попробуем. Решила я для сравнения достать свою любимую старенькую соковыжималку. Называется она Борг. Это вот я на нее жаловалась, когда приходится часто мыть решетку. Ну, сейчас сравним. Сравним вот этот сок, который капает по вкусу, и тот, который я приготовлю из этой соковыжималки. Ну, вот как-то так. Ну, что, начали. Я уже забыла, целый год не было яблок урожая. Уже забыла, как ей пользоваться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выжила яблок урожая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выжила она сок, конечно, очень быстро. Но этот сок, видите, с мякотью. Сейчас в этом сепараторе он отстоится. И, в принципе, его будет, ну, совсем ничего. Я вам потом покажу. Все, пусть она отстаивается. А сейчас, пока мы с вами выжимали сок, вот прошло чуть больше часа, и у нас набралась целая баночка сока из соковарки. Сейчас перекрою краник и уже закрою крышку. И баночка сока будет у меня готова. Я отключила от сети и хочу вам показать, что жмых из этой соковыжималки намного суше, намного суше. Вот я жму, ничего не выжимается. Чем из такой же соковыжималки Максвелл. Здесь он сухой. Ну вот вы и сами в принципе видите, что он достаточно сухой. Из него сок уже не выжмешь никакой. Вот ее начинаем очищать. Вот так, промываем. Через каждый литр, через каждый литр. Ну что, я решила продолжить все-таки выжимать этой соковыжималкой. Соковыжималкой. Потому что там уже прошло полтора часа, а у меня еще нет полутора литров даже. То есть, ну это не мои темпы. Так, вот один сеанс. Но здесь уже наверняка где-то литра полтора в кастрюле. Но много пены. Вот смотрите. Но много пены. Вот так. Вот отжимки. Сейчас достанем, посмотрим, насколько они теперь сухие. Отодвигаем в сторону, отключаем от сети, чтобы не убило, не дай бог. ух. Так. О, как они. Эти более влажные, чем были первые. Вот эти. Вот такие вот дела. Хочется найти идеальную, но похоже они есть, но за очень-очень большие деньги. У нас не бывает урожая груши, яблок каждый год. Они у нас как-то через год. Поэтому за большие деньги покупать нет. Это точно нет. Вот так. Вот такой результат. Вот что хочешь, то и выбирай. Я так думаю, что я еще или салют, или дачницу все-таки куплю. И обязательно попробую. По поводу отстоявшегося сока. Так, сейчас. Где? Вот полотенце. По поводу отстоявшегося сока. Вот смотрите. Прошло 10 минут. Вот так отстоялся сок. Его здесь чистого сока 900 миллилитров. Почти литр. Все остальное сверху это пена. Вот смотрите. При кипячении еще и вот эта часть уйдет в пену. Так что результат конечно для меня не очень хороший. я бы хотела чтобы был результат более идеальный. Ну я так думаю что я слишком многого хочу. Наверное так не бывает. Ну а пока соковарка варит. Соковыжималка борг отжимает. Я решила сделать эксперимент. Я просто помыла и накидала сюда груши. Посмотрим что будет. Целиковые. В инструкции не сказано что надо резать. Ребята кому интересно хочу показать. Вот смотрите. Видите как течет сок. Прошло где-то минут 15-20 после того как я положила целые груши в соковарку. И уже начал капать сок. вот он течет. Будем следить еще. Это уже третья литровая банка. Сейчас на часах пол седьмого вечера. Ну в общем короче за это время у меня получились три литровые банки из соковарки и получилась шестилитровая кастрюля вот она стоит сейчас я покажу из соковыжималки. Но конечно еще этим соком надо заниматься. В общем какой вывод я хочу сделать для себя только для себя. вывод такой соковарка это не мой агрегат. Вот совершенно точно это не мой агрегат. Потому что те у кого были мощные такие соковыжималки как вот у меня борг они вряд ли удовлетворятся работой соковарки. По крайней мере это мое мнение. То есть ну совершенно невозможно сравнивать. Но выводы делать рано. Давайте сейчас попробуем сок который у меня из соковарки и который из соковыжималки борг. Так вот я взяла стаканчики чистые. Сейчас потерпите немножко. Помните да что вот в эту чашку вот в эту чашку я наливала сок из соковарки. Так вот я перелила. Ну чтобы мы с вами и цвет сравнили тоже. Вот так отстоялся сок который из соковыжималки борг. Получилось 700 миллилитров. Так сейчас я кое-что сделаю вы не удивляйтесь. Просто мякоти очень очень много и сепаратор не справляется. Так наливаем сок из соковыжималки ну у меня борг. Так сейчас я передвину стаканы чтобы вам было видно и переставлю камеру. вот это сок сок из соковарки странный сок он действительно очень похож на компот как мне многие писали действительно на компот сильно разбавленный водой это сок из соковыжималки борг. Никакого сравнения. Это невозможно сравнивать. Это два совершенно разных продукта. Если вам нужен компот вы пользуетесь соковаркой. если вам нужен сок то все таки надо пользоваться соковыжималкой. Здесь сок очень сильно разбавлен водой. Я думаю что ту воду которую мы наливаем для того чтобы открылись клетки плода и выделился сок эта вода испаряется и попадает в сок. есть он сильно разбавлен водой. Это действительно компот и не поймешь вообще из каких он плодов из груш из яблок непонятно из чего. Он даже не имеет запаха. Здесь присутствует запах и запах и вкус груши. Поэтому вот теперь я могу сделать вывод да я его еще не нагревала это все понятно но все равно вкус останется таким же потому что я пользуюсь уже этой соковыжималкой очень много лет слава богу она мне служит я искала себе замену если вдруг она испортится но соковаркой я пользоваться не буду совершенно точно потому что это два совершенно разных вкуса это компот из соковарки а это сок из соковыжималки как ты его не нагревай он все равно останется соком поэтому мой вывод я соковаркой для приготовления сока пользоваться не буду вот я не знаю вот для того чтобы сравнить их надо обязательно попробовать и соковыжималку и соковарку вот я для себя сделала вывод соковарка это не мой агрегат я им пользоваться не буду для приготовления сока запаха грушевого нет яблочного я тоже думаю что не будет вкуса практически нет потому что чувствуется эти 50% воды нет я буду продолжать себе искать соковыжималку вот такие выводы но я рада что я все попробовала я убедилась в том что соковарка это не мое ну я овен я экспериментирую на себе вот такие выводы ну что попробую теперь купить соковыжималку салют вот хочу ее попробовать давно она у меня засела в голове но дождусь когда цена снизится я считаю что в этой дуэли победила все-таки соковыжималка но не соковарка нет я не знаю все-таки я не знаю что это я